19 сентября в Славутище провели 31 полумарафон памяти героев Чернобыля. Без травм, с хорошим временем. Просто порадоваться, получить заряд бодрости. И главное, чтобы все были здоровы. В онлайне это соревнования с самим собой больше. Это тоже есть своя фишка. Но это не сравнить с тем адреналином, когда тысячи людей... И соперник рядом. Он рядом, да. Но по сути, насколько я понимаю, это чуть ли не один из единичных стартов в Украине, который сейчас вот... Ну, я считаю, что он должен быть, потому что в памяти таких людей он не может быть онлайн. И как же не взять интервью перед стартом у семьи Саветченко, которая достаточно активно участвует в наших полумарафонах, особенно в последнее время. Бег – это больше хобби для удовольствия. Танцы – это моя жизнь и моя работа, и мои дети. Сегодня какой результат? Я бежала в прошлую неделю в марафон, поэтому это чисто как просто разбежаться, да, как-то 21, так не напряг. Посмотрим по самочистству, потому что ничего не знаю, так как был марафон. Саветч, дай я расскажу правду тебе. Она бежала в составе сборной Украины в марафон на чемпионате балканских стран. Ее пригласили бежать в марафон за Украину. Она бежала за Киевскую область. Мы вступили в федерацию легкой атлетики Киевскую область за Славутич. И они там в команде, ну, зачет был по двум женщинам и по двум мужчинам. Они там заняли среди женщин первое место. И она заняла еще третье место в абсолюте. Да, да. И мы очень гордимся этим результатом. Мы под большим впечатлением. И сейчас она побежит еще в полумарафон. И я думаю, что погода не жаркая. Может очень хороший результат показать. Старты были раздельные, волнами. На каждую дистанцию стартовали спортсмены через каждые пять минут. А уже через 16 минут после старта финишировал и первый победитель в беге на 5 километров Маслюк Александр из Лубнов Полтавской области. Но ехал сюда только за победой. Тем не менее, что соперники на старте 5 километров были очень сильными. Все равно настроены на победу. Им было не прерывать. Вживую, да, это первый забег. И про забег Славутича я наслышан уже лет 10, наверное. И так получилось в этом году, что в апреле всегда не получилось. А получается, что этот перенос пошел на него в плюс. Потому что в сентябре я уже нашел время посетить ваш шикарнейший старт. Победитель 31-го полумарафона Павел Олейник из Чернигово. И результатом доволен. Тем более в теперешних условиях организаторы очень молодцы, что сумели организовать этот старт. То есть для бегунов это, ну, как глоток воздуха, можно сказать. Потому что, ну, стартов нету практически. Личная встреча – это всегда хорошо, а не в интернете где-то там переписываться. В этом году всего лишь пятый старт, когда нормальный сезон-то уже был пятый десяток. А так я зимой три старта сделал. И вот месяц назад в Бахмаче бежал в Ореничный забег. Подробный репортаж в 31-м полумарафоне «Память играет в Чернобыле» смотрите в наших информационных программах на следующей неделе.